Я не очень понимаю смысл этого слова «свидетельство». Это надо что-то рассказать о себе. Ну и я думаю, что, может быть, это будет часть рассказа о себе, как свидетельство о возрождении католической церкви здесь, в Сибири. Меня зовут Антоний, я священник. Может быть, пару слов о том, как этот путь мой сложился к священству. Я сам родом из города Душанбе, но не таджик. Мои родители родом из Одесской области. И когда-то в 40-е годы они были созданы еще подростками в Сибирь и вот как раз город Новосибирск. Здесь они жили, потом они здесь поженились. Здесь у них родились первые дети. Мой брат, старший брат и старшая сестра в Новосибирске. Ну и потом, после смерти Сталина, когда отменили комендатуры, им разрешили покинуть это место, ссылки. Но определили границу, до которой можно, только до Урала. Значит, можно было только остаться в азиатской части России, Казахстан или Средняя Азия. Вот мои родители поехали в Среднюю Азию жить. И там уже в городе Душанбе я родился. Надо сказать, что семья у нас была очень религиозная. Хотя не было у нас ни священников, ни прихода, ни церквей. Но, тем не менее, каждое воскресенье мы молились. Даже не только наша семья, а и даже некоторые семьи собирались вместе. Молились розарик или песни религиозные, которые еще наши родители помнили там из своих деревень, из Одесской области, откуда они родом. И первое священие, которого я увидел, это мне было уже 13 лет, это был отец Иосиф Свидницкий. Отец Иосиф приехал в Душанбе и организовал такой первый приход. Это было еще в глубокое советское время, 1977 год. И был организован такой приход в Гриндов, в район такого старого аэропорта в городе Душанбе. Тогда, в то время, Душанбе это был вполне европейский город. То есть, там таджика очень редко можно было встретить. В основном, там жили русскоязычные. И началась такая американская жизнь. Я стал министрантом, прислуживал. И, конечно же, общаясь со священником, это угребляло меня в вере. Приход был у нас очень большой. Если интересно, это воскресенье у нас на главной весе примерно около тысячи человек причащалось. Ну, от участников. Хотя помещение было, наверное, в три раза меньше, чем в котором мы сейчас находимся. И вы можете себе представить, эта Душанбе еще 45 градусов тени. Это было такое частинище небольшое. Но, тем не менее, вот так прошло мое становление. И в 83-м году я был призван в Советскую армию. Два года отслужил. Ну, и я могу сказать, что, несмотря на то, что и я был министрантом, и на главу призка общался со священником, никогда такой мысли о призвании у меня не возникало. То есть, это было уже как бы однозначно. Ты думаешь о своем будущем, как о семье, как о работе, о том, как ты будешь делать и что ты будешь делать. И я уже как-то рассказывал здесь, в этом храме, как это произошло. Это был 85-й год, последние полгода моей службы, в армии служил в Калининграде. И вот что-то такое произошло. Я как бы не могу это объяснить, как это призвание произошло. Но вдруг в один момент пришло такое понимание, что я должен идти этим путем священнического служения. Для меня это был, честно говоря, такой шок и такое сопротивление. Я никак не мог этого принять. И это было тоже похоже на такое, не знаю, как будто вот в сердце твое сжатое, ты не можешь вырваться из такой клетки. И я понял, что ни в каком другом служении я не обрету вот этот покой, да. И когда я сказал, да, я пойду, только я не знал, где есть семинария, как туда нужно обращаться, кого нужно искать. И я сказал Богу, вот я соглашаюсь, и ты меня веди. Ну, и это действительно было так, что я не прилагал к этому существенному силе, это было вот прям, прям Бог вел. И я нашел, где тогда это было единственное семинарие в Советском Союзе, в Риге. Было еще одно семинарие в Каунасе, где учился наш Владыка, но это было семинарие для Литвы, потому что Литва была полностью католическая, тогда еще республика. А все остальные жители Советского Союза, они учились вот в Рижской земле, там было преподавание на русском языке. Вот так я, Господь, принял меня в 85-м году, еще в советское время. Надо сказать, что это было еще такого абсолютно несвободы. То есть 85-й год, вроде и перестройка уже началась, но и органы, эти наши КГБ, они очень контролировали этот процесс, очень трудно было попасть в семинарии, но тем не менее, вот как-то Господь меня привел. Я начал учиться в 85-м году, ну и в 90-м году я был получен. Вот в конце мая исполнилось 26 лет со дня моего урокоположения. И, конечно же, тоже в семинарии, как все семинаристы, мы все планировали свое будущее, думали, где мы будем работать, как мы будем работать. Надо сказать, что для меня вообще Россия, это было вот такое темное пятно. Я очень мало имел отношения, собственно, к Российской Федерации. Хотя это был все советский союз, но родился я в Шамбе, у меня были друзья в Украине, в Беларуси, у меня были друзья в Прибалтике. Там я бывал очень часто, а вот в России, но я, может быть, один раз навещал отца Иосифа Свидницкого, когда он уже был здесь, в Новосибирске, пару дней у него был, до его ареста, как раз-то задолго, как его арестовали. Но это было, наверное, все. Или в Москве-то иногда самолет на самолет пересаживался. Это было все мое отношение. Поэтому я никогда не думал о служении в России. Мы планировали служение, я думал о немецкоязычных приходах в Казахстане или в Средней Азии, где я буду работать. Были еще такие очень хорошие отзывы о Западной Украине, о Закарпатии, где тоже говорили, вот там нужны священники, и там как раз нужны, кто знает более-менее немецкий язык. Я немецкий язык немножко знал, поэтому я думал, может, да, Закарпатия, это тоже такой вариант. Ну, это мы планировали. Я даже в семинаре на пятом курсе учил венгерский язык, на всякий случай, из-за Закарпатии. Но так случилось. Тоже, опять же, я полностью уверен в этом, независимые от меня обстоятельства, что я попал после рукоположения сначала в Караганду. Я там был несколько дней, тогда еще был жив. Покойный отец Альвина Стамуляускас, он очень обрадовался, когда я приехал, и сказал, вот, ты будешь вместе работать, будешь в Караганде. Но вот так получилось, что я через пару дней буквально попал в Новосибирск, когда здесь работал отец Павел, Миталтес. И я его немножко знал до этого, но уже познакомились мы более близко, когда я приехал в Новосибирск. Ну, я говорю, для меня это все было такой неожиданностью. Все мои планы, которые были, они как бы не реализовались с точностью наоборот. Да никогда я не думал о служении в Новосибирске. Вот, тем не менее, когда я приехал сюда в 90-м году, это было летом, тоже вот скоро через месяц будет уже 26 лет, как я здесь в Сибири. Здесь было три священника. Отец Павел Миталтес, здесь был отец Прокопьевский, отец Ярослав Сходы, и отец Иосиф Свидницкий. Но отец Иосиф Свидницкий, трудно сказать, где он был, потому что он был везде. Наверное, легче сказать, где его не было, перечислить. Потому что он здесь, отец Иосиф, он начал служение и основал приход в Новосибирске, на приход в Томске, приход в Омске, приход в Челябинске, приход в Екатеринбурге. Он основывал вот эти первые приходы в себе всех. И, конечно, очень жалко, что сегодня эти священники, хотя все они еще живы, отец Павел, отец Ярослав, отец Иосиф. И, наверное, было бы интересно тоже их послушать. Но я всегда себя восхищаюсь этими людьми. Это были действительно очень суровые советские времена. И мы знаем, что отец Ярослав Прокопьевский работал священником, при этом работая на шахте. Потому что священник просто считал, что не яиц. Если ты только как священник, ему приходилось на шахте, а в свободное от шахты время он служил как священник. Это действительно такие герои этого времени. Люди, я думаю, что благодаря которым во многом сохранилась вот эта искра гена, то есть этот леющий огонь этой веры, который атеистический режим пытался засушить, вот он так сохранялся. И, конечно, очень много есть, или очень много общались с верующими. Люди, которые десятки лет не видели вообще священников, и не знали о том, что вообще еще есть католики. И когда я приехал, я тоже ездил и в Омск, там католикам помогали, мы, как сказать, обслуживали, да, и в Иркутске, и в Красноярске, в Красноярске, в Барнаул. И вот это служение мое вообще как священника молодого, только начавшего свое служение, и служение здесь, в Сибири, вот оно совпало. То есть я приехал сюда со всем молодым. Конечно, надо сказать, что это было довольно трудное начало. Все священники, которые здесь работали, они были более-менее молодые, и всегда у тебя возникает как у молодого священника какие-то вопросы, может, какой-то совет опытного наставника, и этого не было вообще, то есть ни с кем посоветоваться. То есть поговорить со своим собратом в священстве, поехать на 500 километров и есть поговорить на какую-то тему, можно только получить совет вот от опытного наставника, но такой возможности, к сожалению, не было. Ну, не знаю, к сожалению, к сожалению, вот ее просто нет. И, конечно же, мы здесь были вчетвером тогда, и это казалось все вокруг нас просто вечно, да, это будет продолжаться всегда. Никакой, как бы, даже мысли о том, что может что-то измениться, не было. Вот как рассказывал уже владыка Тадырович Курасевич, неожиданно приехал тогдашний Нунций, или представитель святого престола, архиепископ Каласона. Он собрал нас здесь, в Новосибирске, тогда вот еще был здесь один приход на переулке Мира. Я был этому свидетелем, этому началу, поэтому могу с уверенностью сказать, что действительно никакого вот самоуправства, как пытается кричать, не было. Архиепископ Франческо говорит, мы сто раз обращались в московскую патриархию, пытаясь назначить встречу, пытаясь объяснить, что мы хотим назначать епископа, потому что жизнь в церкви без епископа, без епархии невозможна. Вот московская патриархия это все игнорировала полностью, или вообще не отвечала ни на какие просьбы нунца, или просто говорили, что нет времени с ними встречаться. Ну и вот очередной приезд архиепископ Каласона сказал, принято решение, что будет здесь епархия, апостольская администратура тогда с границы на Урале и от Урала до Дальнего Востока, до Японии, и столицы, к администратуре будет в Новосибирске. Ну и сказал, что есть три кандидата на епископство, и среди них был наш глубоко уважаемый младыка Ивасифир. Ну и там дальше пошло, просто все неожиданно изменилось, был рукоположен наш младык, но он приехал, и начали приезжать священники, и очень быстро, как бы, появилась какая-то жизнь, и много священников встала из разных стран, было интересно, вот и так это возрождение такое началось. Но я бы хотел сказать, может быть, еще такую вещь, не знаю, может быть, понравится, может быть, нет. я бы не стал давать историческим событиям какую-то однозначную оценку. Мы так любим сказать, вот это тогда было плохо, тогда стало хорошо, это было неправильно, это правильно. Я думаю, что вот есть эти события, пути Господня на самом деле неисповедимы. И я думаю, что во всем есть смысл в том, что происходит. И я думаю, что тоже вот это новое время, в которое мы жили, уже время, когда мы говорим о возрождающейся церкви, может и не стать забывать, что вот важной частью вообще жизни христианин является покаяние. И, наверное, Бог нас одаривает своим велосердием вот бесконечно в изобилии. Но мы сами по себе люди немощные и грешные. Мы очень часто завистливые, очень часто ревнивые. И я думаю, что как бы все так сказать, вот было плохо, теперь хорошо, но нельзя. Во всем есть свои плюсы, свои минусы. И я думаю, что если мы, вот как бы, смотря на то, что происходит, смотря на эту возрождающуюся церковь, мы попаяемся, скажем, Господи, да, очень долгое мы не сделали. И я думаю, что с очень многими дарами, которыми нас в изобилии наш Отец Небесный одарил, нам вот распорядились как-то не вполне правильно. Но ведь радость в том, что Господь при этом в нас не разочаровывается. Он нас продолжает одариваться и в милости, позволяет нам что-то исправить, позволяет нам что-то сделать. Но помнить о том, что мы вот сами по себе действительно немощны и грешны, и все всегда должно торжествовать в милосердии Божьей. Я думаю, что это очень правильно. И тогда мы можем увидеть очень многое из того, что не было сделано или было испорчено, и, может быть, в будущем таких ошибок не повторять. И поэтому возрождение, невозрождение, я думаю, что куда возобновление структур, но будем скромными. И такое прям возрождение, такой кипящей жизни, конечно же, у католической Церкви России не того, что она и не нужна, но у Господа свои планы, свои пути. Я думаю, что очень важно, если каждый из нас на своем месте будет искренне совершать свое служение и любить своего ближнего, любить своих собратьев. И я, конечно же, очень хотел поблагодарить от всего сердца людей, которые Господь медал на этом пути. Это, конечно же, сестры, монахини, которые служили и в Томске, и в Новосибирске, и которые не помогали, а были настоящими сотрудниками. Потому что я думаю, что здесь нет помощников и начальников, здесь есть сотрудничество на этой ниве Господня. И, конечно же, мирян, которые тоже Господь медал на этом пути, и которые тоже по-настоящему болели этой проповедью Евангелия, хотели свидетельствовать этому миру. И, конечно же, вот тех собратьев священств, которые тоже на этом пути поддерживают. И, конечно, благодарение Богу, который нас к этому призвал, и который нам дает силы для исполнения нашего служения. Ну, ну, пожалуй, и все. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры под've Продолжение следует...